Всем доброго времени суток! Вы на канале Девайс. Сегодня я покажу вам бюджетную сборку с Алиэкспресс, которая потянет все современные игры на неплохих настройках графики, а также продемонстрирую ее в действии, так что смотрите ролик до конца. Покупать сейчас железо с магазина крайне дорого, и если за исключением видеокарты система выходит примерно в те же деньги, что и пару лет назад, то цены на графические адаптеры пугают. Отдавать за компьютер такие суммы хочется далеко не всем. В таком случае на помощь приходит вторичный рынок, где при должном уровне терпения можно выхватить крайне достойные экземпляры. Правда есть один нюанс, необходимо неплохо разбираться в железе, чтобы не купить полумертвое барахло. Да и времени вы потратите немало. С учетом всего этого я решил рассмотреть промежуточный вариант. Бэушные компоненты, но обслуженные и проверенные перед продажей. За их качество отвечают многочисленные отзывы от реальных людей. Хотя стоит понимать, что та же видеокарта с Алиэкспресс может проработать как 5 лет, так и уйти на покой через месяц. Но перейдем к сборке, а перед этим я прошу вас поставить лайк, подписаться на канал и нажать на колокольчик. Также приглашаю поделиться своим мнением в комментариях. Ссылки на все представленные компоненты, как всегда, в описании. Погнали! В качестве основы для системы я взял китайскую плату на чипсете X99. Они сейчас стоят довольно адекватных денег, так что я решил отказаться от уже совсем старого 79-го чипсета. Здесь у нас поддержка оперативной памяти DDR4, пускай и не очень быстрой. Этот недостаток отлично компенсируется четырьмя каналами для ОЗУ. Плата выполнена аккуратно и покрашена в белый цвет с черными вставками. Выглядит довольно неплохо, ее будет не стыдно показать в корпусе с боковым стеклом. Процессор в сборке не горячий, но радиатор на подсистеме питания лишним не будет. Свои деньги материнка отрабатывает на все 100%, хотя если вдруг где-то завалялась брендовая доска на X99, то лучше взять ее. У меня, к слову, есть телеграм-канал, там я регулярно выкладываю новости из мира железа и техники, сборки и топы. Подписывайся и будь в теме, ссылка в описании. Уже не первый год списанные серверные процессоры от Intel выручают любителей недорогих, но шустрых компьютеров. 2620v3 – это начальный камень в линейке, но он относительно свежий, так что его производительности хватит с головой для бюджетной или даже средней машины. 6 ядер и 12 потоков – оптимальное сочетание для игр на сегодняшний день. Частота в турбобусте на уровне 3200 МГц хоть и не выглядит впечатляюще по современным меркам, но все же этого также хватит для сегодняшней сборки. Тепловыделение 85 Вт позволит сэкономить как на блоке питания, так и на охлаждении. Да и материнке будет проще справляться с его питанием. Стоит помнить, что в процессоре нет встроенной графики, что среди обычных камней встречается только в моделях с индексом F, но в этой сборке она и не понадобится. Раз камень не очень горячий даже в бусте, то охлаждение я выбрал соответствующее. Этот компактный кулер способен отвести до 110 Вт тепла, чего с запасом хватит нашему процессору. Любителям придется по душе подсветка, ее никак нельзя регулировать и она просто статично светится всеми цветами радуги. Но за такие деньги удивляет даже само ее наличие, хотя я предпочел бы ей коннектор 4 пин вместо имеющихся трех, так как он позволяет более точно регулировать скорость вращения вертушки. Небольшой 90-мм вентилятор раскручивается почти до 2000 оборотов и не отличается тишиной. Система в целом, правда, все равно будет довольно тихой, ведь шуметь кроме видеокарты и кулера нечему. Я долго думал, как поступить с оперативной памятью. Хочется ведь 4 канал задействовать, а 4 плашки никак не влезали в бюджет. Поэтому я решил взять 8 гигабайт двумя модулями по 4. Этого хватит на первое время и по объему и по скорости, а в ближайшем будущем спокойно можно добавить еще две такие же и ни в чем себе не отказывать. Сама по себе память добротная, открушал, а не из китайского подвала. Скорость 2400 МГц избыточна, ведь проц столько не поддерживает. Но ее все равно стоит взять, ведь крушал это надежный производитель, а разница в цене с менее скоростными моделями несущественна. Даже в ультрабюджетной современной сборке без SSD никуда, слишком уж сильно эти накопители повышают комфорт от использования компьютера. Дабы уместиться в бюджет, я взял китайский твердотельник на 256 гигабайт. Этого хватит под операционную систему, пару офисных программ и пару-тройку игр, ну или на одну тяжелую. Если нужно хранилище побольше, то можно подкопить и поставить сюда жесткий диск. Судя по отзывам, накопитель довольно надежный, а производитель заявляет ресурс в 70 терабайт. Видеокарты актуального или хотя бы прошлого поколения даже на Алиэкспресс стоят очень дорого. Поэтому я заглянул еще дальше в историю и обнаружил любимицу многих геймеров 2015-16 годов – GTX 960 на 4 гигабайта. Она выступает на уровне GTX 1050 по сухой производительности, но за счет вдвое большего количества памяти, карта до сих пор остается на половой и тащит современные проекты, чего нельзя сказать о ее потомке. Местами она в спину дышит GTX 1050 Ti, будучи чуть ли не наполовину дешевле. Двухвентиляторное исполнение и довольно массивный радиатор обеспечат тихую работу и низкие температуры. На блоке питания экономить нельзя, но у меня не было другого выбора. Тем не менее, FSP – это не худший выбор, особенно в таком бюджете. Его 384 Вт по линии плюс 12 Вольт обеспечат эту непрожорливую систему энергии с запасом. Хотя ставить на него что-то помощнее я бы не стал. Все-таки тут нет даже самого простого сертификата энергоэффективности и реальные возможности блока далеки от указанных на этикетке. Несмотря на это, он обладает всеми нужными кабелями и справляется со своей задачей. Корпус выбирался на последние деньги, которых осталось совсем немного, благо сборка получилась максимально компактная, так что влезет даже в коробку из подзимней обуви. Кейс выполнен в старомодном дизайне, никаких стекол и подсветок, хотя стоит отметить, что передняя панель довольно приятно выглядит. Здесь есть пара USB-портов по одному разъему для микрофона и наушников, кнопки перезагрузки и включения, а также индикация работы жестких дисков. Внутри поместится до трех вентиляторов и до трех накопителей, чего с головой хватит в недорогой системе. А теперь самое интересное – тесты. Все игры тестировались в Full HD разрешении, именно такой монитор скорее всего будет стоять у покупателя подобного компьютера. И с ним шестилетняя старушка GTX 960 справляется достойно, выдавая стабильный фреймрейт. В некоторых проектах даже получится насладиться красивой картинкой, что не может не радовать, учитывая бюджет сборки в современных реалиях. Что ж, это было довольно интересно, сборка получилась довольно мощная за свои деньги. Она доказывает, что если есть желание, то собрать компьютер для игр можно даже в тех ситуациях, когда это кажется невозможным. А докупив две плашки ОЗО, можно получить неплохой буст в будущем. На этом у меня все. Если вам понравилось это видео, то ставьте лайки, подписывайтесь на канал и прожимайте колокольчик, чтобы не пропустить новые сборки и не стесняйтесь комментировать. Напоминаю, что ссылки на все комплектующие находятся в описании. Всем пока!